Нет электричества, нет работника. Значит, в приюте никого нет, кроме меня. И это не все проблемы волонтёров-зоозащитников. Они собирают безнадзорных животных и пытаются найти им дом. Озвучить трудности активисты решились 28 января в городской администрации. От администрации хочется, чтобы была помощь в создании приюта, то есть какое-то финансирование. Вот на данный момент мы собрали всего на пять вольеров. Официальных приютов в Копейске нет. Волонтёры действуют на свой страх и риск. Соли с животными попадают в отлов. Раньше их усыпляли. Теперь по закону должны содержать. По текущему году предварительный бюджет был утвержден в размере полутора миллионов рублей по решению главы Копейского городского округа. Бюджет на соответствующие работы был увеличен в два раза, до трёх миллионов рублей. В настоящее время заключён контракт с организацией ВИН на работу с безнадзорными животными. Техническое задание, условия контракта приведены в соответствии с новыми нормативными актами, которые добавили дополнительные условия по содержанию животных, по порядку отлова. Отлов стал более гуманным, то есть нет убийств животных. Ну и ещё многие моменты хорошие. ОСВВ вступило в силу, в частности, с января этого года. То есть отлов, вакцинация, выпуск, среду обитания. А в том случае, если не находятся добрые руки для животных. В идеале, конечно, находить добрые руки для животных, чтобы на улице не бегали. Их, может быть, стало больше, потому что в прошлом году программы ОСВВ ещё вообще не было. То есть она была принята, но вступила в силу только с января этого года. И то есть, ну, программа ОСВВ, она не быстрая, но я думаю, на протяжении года три результат будет хороший. Большинство животных либо вошенники, либо, ну, щенками попали. То есть прошло восемь месяцев с момента отлова, то есть они не видели улицы. То есть первый автомобиль, ну, это их, то есть еду они себе добивать не могут. Сейчас мы высадили на цепь часть собак. То есть они регулярно отцепляются с этих цепей, но они никуда не уходят, им некуда идти. То есть здесь их дом, здесь их кормят, всё. Они не уходят с территории. Большинство попавших в отлов животных – бывшие домашние. Потерявшиеся, отправленные на самовыгул и просто выброшенные на улицу. Что безнадзорных собак в городе становится всё больше – вина людей. Плюс остаётся у нас вопрос с организациями, где находятся собаки, которые территорию охраняют, и которые тоже находятся на самовыгуле или могут приносить потомство неконтролируемое. То есть с этими предприятиями поработать в плане стерилизации этих собак, чтобы, по крайней мере, не было риска возникновения неконтролируемого потомства в виде щенков, и они, опять же, не распространялись. Мы с вами пришли, столкнулись, вернее, по осени с лишаем, да, то есть, ну, точно так же разносят все инфекционные заболевания. Если, как бы, недостаток, если животные не имеют ухода, то они, естественно, не имеют ни вакцинации, ни прививок никаких, соответственно, любое инфекционное заболевание. На встрече активисты предложили обязать хозяев чипировать животных, ввести штрафы за самовыгул собак и создать единую базу для пристройства из отлова. В общем, в доступе для всех жителей должен быть реестр. Вот у нас, получается, три места – Ювин и два вот этих частных приюта, куда могут попасть животные. Вот, если они потерявшиеся, хорошо бы в идеале, чтобы они были или чипированные, можно было определить, или хотя бы с ошейником, на котором будет номер телефона владельца, чтобы можно было позвонить при отлове или при попадании в приют. И владельцы, даже если животное без опознавательных каких-то знаков, понимало, что позвонив, съездив, вот эти три места, есть вероятность, своё животное найти и вернуть. Предложение активистов обещали внимательно рассмотреть. Если принятые меры будут эффективны, результат увидим сразу. Животных на улицах города в этом случае станет меньше. Редактор субтитров А.Семкин